Всем привет! Сегодня я с чашкой чая неспроста. Мы поговорим о танинах. Это одна из важных составляющих частей вина. Танины это не что иное, как натуральный продукт, который появляется в процессе производства вина. А берется он непосредственно из кожицы винограда, косточки винограда и веточки винограда. Танины мы ощущаем вяжущим и сушащим ощущением в полости рта. Больше всего тонинов мы ощущаем непосредственно в красных винах. И это связано с техникой производства вина. Красные вина мы производим, используя все части виноградины, как кожицу, мякоть, так и косточки. В процессе производства красных вин виноградный сок настаивается на кожицах. Чем дольше сок настаивается на виноградных кожицах, тем больше наша тонинность. Именно поэтому в белых и розовых винах выраженных тонинов мы обычно не ощущаем. Кроме этого, танины работают как консервант в вине и антиоксидант. Они не позволяют оксидироваться вину и по факту ему испортиться. Каждый сорт винограда имеет свой особенный тонин. В некоторых сортах винограда тонины более выражены. Например, в Каберне-Савиньоне или в Малбеке тонины будут более выражены. В свою очередь, в сортах Пинонуар или Гаме тонины будут менее выражены. И от этого в вине они будут чувствоваться меньше. Кроме этого, техники, которые использует винодел на винодельне, также могут повлиять на те тонины, которые мы чувствуем в вине. Так, например, вина с продолжительной мацерацией – это когда виноградный сок долго настаивается на мязге или на самих виноградных кожицах. И от этого вино становится по цвету более насыщенной, но также происходит большая экстракция самих тонинов. И от этого в этих винах мы чувствуем больше тонинов. Как же проверить и понять, что такое тонины? Я вам предлагаю заварить чашку черного крепкого чая. Позвольте чаю настояться дольше, чем обычно. Попробуйте и поделитесь в комментариях, почувствовали ли вы тонины. И расскажите, где именно и какие ощущения у вас возникли. Буду рада вашей обратной связи. Пока-пока, до скорых встреч!